Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин, 7 том, тема «Святая Библия», вопрос, 1911. Нужно ли верующим читать что-то кроме Библии, или среди нас нужны люди, знающие современные науки? Ответ. Самый благоприятный случай по этому вопросу. Когда знающий человек грамотный, со степенями научного верует во Христа точно по Писанию, и придет со старым багажом, когда эти знания уже получены им в той прошлой бестолковой жизни. Теперь он этими знаниями воспользуется как мудрый богач. Матфея, 13 глава, 52 стих. Он же сказал им, поэтому всякий книжник научен царству небесному, подобен хозяинам, который выносит из сокровища свои новые и старые. Василий Великий, 1 января. Василий настолько увлечен был науками, что часто даже забывал, сидя за книгами, о необходимости принимать пищу. Сильвестр, 2 января. Заметив, что некоторые члены Клира забыли об обязанностях своего служения и занялись светскими житейскими делами, он снова заставил их возвратиться на служение церкви и при этом издал постановление, чтобы никто из посвященных не занимался торговыми делами. Он же установил для римских христиан новые названия Седмиц, Дней Седмицы. Римляны в то время первый день, который мы называем неделей, называли Днем Солнца, а остальные дни именовались у них Днями Луны, Марса, Меркурия, Зевса, Венеры, Сатурна. Гнушаясь нечестивыми именами языческих богов, Сильвестр повелел называть первый день Днем Господнем, потому что в этот день совершалось преславное воскресение Господа нашему из мертвых. Впрочие же дни, как и ныне именуют их римские христиане, сделал также он постановление о том, чтобы христиане держали пост только в одну субботу, в которую Христос умер и сошел в ад, чтобы разорить его и извести оттуда прородителей нашего Адама вместе с другими прадцами. Впрочие же субботы спаститься запретил. Стихотворение. Нееме и спутник его перед стенами Иерусалима. Проехал я молча вратами долины К источникам царскими и дальним вратам И были развалены града пустыны Лишь смерть и безмолния гнездилися там В землю ложились полночные тени Вдали раздавалось рычание зверей Терновник колючий опутал ступени Разбитых рукою врага алтарей И долго взирал я на них опечален Разрушены стены врата сожжены Салим величавый, лишь груда развален В оковах и рабстве отчизны сыны Взглянув я на братьев, пришедших со мною И слово воззвания сорвалося с уст Взгляните окутанные мглы пеленою Наш город священный разрушенный пуст Воздвигнем лежащий в прахе твердыни Исполнив пророка священный глагол И там, где царит запустение ныне Созижется Господу новый престол Из бездны страдания, позора и страха Возникнет для жизни иной обновлен Победно восстанет из дольнего праха Главой венчанной Сион О.Н. Чумина